Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Латанский, а в этом видео я приветствую вас с парламента мировых религий из Торонто и из Канады. 10 тысяч человек из 80 стран, представители 220 религий, собрались вместе на целую неделю для того, чтобы вместе понять, как мы можем объединять людей и делать этот мир лучше. И знаете, когда я хожу здесь по этой выставке, когда я слушаю выступления на большой сцене, в малых залах, в последние несколько дней у меня в голове крутится снова один и тот же вопрос. Зачем нужна религия? Какой толк от религии? Для чего вообще религии были созданы? Я надеюсь, вы согласитесь со мной в том, что задача религии, кроме того, что само слово «религию» означает «объединять», задача религии – сделать человека лучше, чем он есть сейчас. Каждый из нас хотел бы быть лучше. Мы знаем, что мы сердимся, мы людей не прощаем, мы можем проявлять какие-то негативные качества, и даже если мы это от других скрываем и от себя пытаемся спрятать, все равно мы знаем, что есть какие-то вещи, которые нам очень не нравятся. И задача религии на самом деле – сделать человека лучше. Я не знаю, как так получилось, но на сегодняшний день религии не объединяют людей по всему миру. Религии в большинстве случаев разъединяют, и здесь каждый человек в этом зале с этим согласится. И, собственно, поэтому мы и собрались вместе на парламенте, чтобы это разделение исключить. Сегодня утром мне пришла мысль. Религия как таковая, вокруг чего строится? Часто это либо Бог, либо Святой, либо Священное Писание. И люди очень сильно углубляются в саму религию как таковую, как инструмент, как процесс, вместо того, чтобы вспомнить, а зачем вообще я это начинал. Я же ведь туда меня притянуло или привлекло, или, может быть, меня мама за руку примела, для того, чтобы я сам стал лучше, как человек. И сегодня в душе мне приходит идея. А что если… Я сейчас скажу, а вы мне напишите в комментариях. Что если… И я поставил это сегодня себе как цель. Что если создать набор критериев, которые смогут подсказать человеку? Он духовно хороший уже человек или еще не очень? Он сегодня работает, над собой развивается? Или, может быть, есть то, над чем нужно продолжать работать? Знаете, я поговорил с несколькими лидерами разных направлений, разных религий. И я подозреваю. Я Google тоже спросил. До сих пор пока что еще не создал кто-то универсальный набор критериев, где можно было бы любому человеку, вне зависимости от религии, открыть его, ну, как колесо жизненного баланса в коучинге, и посмотреть, насколько я уже стал по-настоящему духовным человеком. Потому что часто люди говорят на духовных вечерах, когда я собираю людей в зале, мы говорим о том, что такое духовность. И многие люди неправильно понимают духовность. Многие люди считают, что я духовный, если я читаю Библию, я духовный, если я читаю Коран, я духовный, если я хожу в синагогу. Но потом я спрашиваю человека, можно ли, обязательно ли человек, который ходит в храм или читает священное писание, обязательно ли это человек духовный? У меня люди по всему миру говорят, нет, не обязательно. Тогда я спрашиваю, а может ли быть так, что человек ни в какие храмы не ходит, в священное писание не читает, но по его жизни мы понимаем, что это духовный человек. И люди в один голос говорят, да, кивает головой, соглашается. Мы духовными будем только тогда, когда все наши дела, все, что мы делаем, создают мир вокруг, дарят улыбки людям, и земля наша от нашей жизни становится лучше. Так по каким же критериям можно определить духовного человека? Я себе поставил это как цель. Опросить десятки религий, поговорить с лидерами этих религий и узнать, как в каждой религии, какие критерии в каждой из религий есть, чтобы потом вместе эти все показатели объединить. И дать любому человеку на планете Земля этот список, инструмент. Может быть, тестирование, может быть, приложение, чтобы человек посмотрел, прошел тест и понял, вот, на чем мне нужно работать. А дальше задал вопрос себе, а как моя религия мне в этом может помочь? Может быть, моя религия не поможет. Тогда я посмотрю по сторонам, а может быть, какая-то другая есть религия, которая мне в этом поможет. В конце концов, зачем ходить в храмы? Зачем читать священные писания? Зачем следовать по постам и так далее, если мы в результате не становимся лучшим? Поэтому, мое понимание, нужно смотреть не на священные писания, нужно смотреть не на идолов, которые есть в разных религиях, а нужно смотреть на главного человека в нашей жизни. На кого? На нас самих. И задавать себе вопрос. Сегодня, своими делами, я стал лучше, чем был вчера? Или, может быть, нет? И если нет, тогда что я сделаю для того, чтобы стать лучше завтра? И даже если я стал лучше сегодня, чем был вчера, что я могу сделать еще? Что быть еще лучше? Потому что в этом мире есть два пути для нашего развития. Либо рост вверх и развитие, либо путь вниз и деградация, и промежуточного пути не бывает. И когда мы развиваемся, мы понимаем, что мы что-то хорошее со своей жизнью делаем. Но вот проблема в том, что многие люди не понимают, в каких направлениях нужно развиваться. Я надеюсь, что очень скоро я смогу вам рассказать об этих критериях, которые я, проведя анализ ряда религий, надеюсь, нескольких десятков, может быть, даже сотен религий, благо у меня теперь есть уже контакты и связи с лидерами разных религий, смогу составить этот список критериев, а потом показать его вам. А если у вас уже есть сейчас идеи насчет критериев духовности, напишите в комментариях, какие обязательно качества должен демонстрировать человек, как он должен думать, как он должен жить, и что он должен в этом мире создавать и творить. Чтобы, глядя на него, мы понимали, этот духовный человек, этот человек проживает жизнь не зря, и мир благодаря его жизни становится лучше. Вот что я, собственно, хотел вам сегодня в этом подкасте из Торонто с парламента мировых религий рассказать. И до встречи в следующем подкасте. Пока!